Казахстанцы с волнением наблюдают за табло на обменных пунктах. Американская валюта вторую неделю продолжает дорожать. Вот и сегодня доллар на бирже закрепился на отметке 384. Это абсолютный исторический максимум. На фоне этих событий наши граждане стали получать тревожную рассылку о якобы резком обвале национальной валюты сразу после выборов. Нургали Карабаев выяснял, на чем основаны эти слухи и почему же все-таки обесценивается наш родной тенге. Ситуация на валютном рынке беспокоит казахстанцев и порождает массу слухов. На фоне удорожания доллара до 386 тенге люди стали получать рассылку о якобы предстоящем ослаблении национальной валюты. А после выборов у нас будет обвал. И поэтому, говорит, все мужики, у кого какие были сбережения, они стараются кто в золото, кто в евро, кто куда, короче, деньги перевезти. Эти слухи ничем не подкреплены и кто автор сообщения, скорее всего, будет выяснять полиция. Но если посмотреть на динамику курса доллара на казахстанской фондовой бирже, то сегодня он продолжил рост – 384 тенге. Это абсолютный исторический максимум. Проще говоря, так дорого на бирже доллар в Казахстане еще не стоил. Понятно, что если мы вдруг будут проходить какие-то большие объемы, то, скорее всего, нацбанк будет их сглаживать, будет проводить какие-то интервенции. А невозможно уже сегодня, потому что мы до какой-то критической точки дошли, возможно, мы увидим небольшое укрепление, там в районе опять 380. В нацбанке говорят, что американская валюта растет на фоне падения цен на нефть – с 70 до 62 долларов за баррель. Это худший показатель за последние 4 месяца. И основная причина – торговая война между США и Китаем. Замедление экономики снижает спрос на сырье. В итоге падает цена. Когда теперь баррель продвинется вверх, сказать сложно и аналитикам. С нашей точки зрения, в самое ближайшее время это очень маловероятно. Причин для роста цен на нефть, с нашей точки зрения, может быть две. Это то, что Штаты и Китай договорятся, риски уйдут и, соответственно, нефть вернется где-то на 70 долларов за баррель. Вторая причина – это резкое обострение военно-политической ситуации вокруг Ирана. Реальные риски войны, риски сбоя поставок. С нашей точки зрения данный сценарий очень маловероятен. В Казахстане на рост курса доллара моментально реагирует рынок. Предприниматели сразу повышают цены на товары. А вот при укреплении тенге обратной реакции не происходит. Так что гражданам остается, как всегда, наблюдать за плаванием валют и в очередной раз переходить в режим экономии.